Этот сюжет поражает своей обыденностью. Нарочно не придумаешь. От поклонов голова не отвалится. Сим-сим, откройся. Бензоколонка для карликов и детей. Присядьте, пожалуйста. Ещё больше названий и более откровенного характера придумали, наверное, водители, каждый день подъезжая на заправку. Избушка, избушка, когда же ты повернёшься ко мне передом? Дворовых территорий и прочих общественных мест. С 27 случаев в прошлом году до 43 в этом. В связи с этим хотелось бы дать несколько советов, а точнее напомнить наиболее простые способы предотвратить угон вашего автомобиля. Блокирующее устройство, в просторечии кочерга, цепи и прочее, дёшево, наглядно, в том числе и для угонщиков. Практика показывает, что снятие тех или иных узлов, к примеру, крышки трамблёра, на 99% гарантирует отказ угонщика от своих преступных намерений. И, наконец, если позволяет средство, установите качественные фирменные противоугонные устройства. К вашему сведению, по статистике, наиболее угоняемые марки автотранспортных средств, ВАЗ и иномарки, составляют более 60% от общего числа. Путём свободного доступа угоняется каждая третья машина. Подавляющее большинство угонов и краж автотранспортных средств совершается в вечернее ночное время. Пятый, трезвый никогда не ехал. Трезвый вообще не ехал? Никогда ехал. И пьяный тоже не ехал. Шофёр, он, вешал. Я его уволю завтра. А вы кем работаете? Я до сына иду. В отец. Не еду? Не еду, не еду, не еду. На какой кафедре? На строительного дела. На ИТФ, да? На ИТФ, да? Вот в душевые дни начало гололёда. Резго возрастает. Например, в прошлом году, только за первый день гололёда, в городе зарегистрировано 7 столкновений, при которых более 10 автомобилей получили повреждения. Произошло одно ДТП, в результате которого человек получил травмы. Чтобы избежать подобных случаев, необходимо твёрдо помнить, что при езде по скользкой дороге значительно удлиняется тормозной путь. На сухом асфальте машина послушно снижает скорость, а в гололёд торможения происходит медленно. Поэтому прежде всего нужно разумно выбирать скорость движения, держать безопасную дистанцию. Это вторая группа. С расстроенным здоровьем и с утраченной трудоспособностью. Они почти не покидают такие здания, как больница и аптека. Здесь они постоянные гости. На этот факт городское собрание депутатов почему-то... Да, я согласен насчёт этого. Не только я все согласны. Потому что нам пенсионеров селоготник платит по 2 500, солярка стоит 3 тысячи. Нам невыгодно. И наш маршрут только до Гемеина. А мы едем на мерзлотку. А до мерзлотки и обратно уже литр солярка как-то уходит. Получается 3 тысячи. И что получается у нас? Что мы 500 тысяч со своего кармана ложим. Нам невыгодно. Сторон подчинённых, водителей частных автобусов и инвалидов, к сожалению, не смогли услышать мнение представителей Америи. И всё-таки надеемся, что вопрос о льготировании инвалидов будет пересмотрен городским собранием депутатов. Самое большое внимание горожан привлекла выставка ретроавтомобилей. Здесь были представлены самые разные модели. От простеньких запорожцев до респектабельных чаек. Конечно же, самыми любопытными зрителями были дети, которые пытались рассматривать автомобиль до мельчайших подробностей. И только владельцы этих машин могут сказать, сколько нужно приложить сил и времени, чтобы победа 40-х годов возродилась для новой жизни. Очень часто автолюбителям машина попадает в аварийном, запущенном состоянии. Зато восстановленная, ожившая машина долго и надёжно служит своему новому хозяину. Более того, есть множество очевидных преимуществ, которым позавидовали бы даже владельцы самых современных иномарок. У нас, где я живу, очень плохой перекрёсток. Там на Петра Алексеева движение. И выехать невозможно, допустим, на Волге. А вот если выедешь на победе, то часто водители встречные с двух полос пропускают. И работники ГАИ не останавливают. И обычно сперва останавливали только ради того, чтобы они смотрели только техпаспорт. Их не интересовало ни мои водительские права, ни талон предупреждения. Они посмотрят год выпуска машины и своё любопытство, так скажем, удовлетворят. И отпускают дальше. Остальные документы их абсолютно не имеют. Но я же вижу, что они разворачиваются. Как горожане воспринимают, когда вы выезжаете на улицы города в таком старом автомобиле? Мы подъехали к площади где-то в один час. Народ буквально прямо хлынул на этот автомобиль. И мы тут даже растерялись. Думаем, сейчас что-то могут повредить. Стали немножко их так и отстранять. Нравится народу эта машина. Нас радует, что подобные интересные выставки ретроавтомобилей стали доброй традицией празднования Дня города. К сожалению, в связи с недостатком средств на протяжении многих лет ЕПАП-1 не приобретала новой техники. Старые же автобусы, которые давно выработали свой ресурс, не выдерживают никакой конкуренции с частными извозчиками. Частые поломки, отсутствие запасных частей, дорогостоящий ремонт. Вот сегодняшние будни ЕПАП-1. Предприятие, по сути, занимается латанием дыр. Между тем, по мнению вице-мэра Валерия Попова, если в ближайшее время не предпринять меры по обновлению автобусного парка, проезд горожан на изрядно изношенных муниципальных автобусов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, может стать просто небезопасным. «Мы обязаны сохранить муниципальный автотранспорт», отметил Валерий Попов. Также вице-мэр обратил внимание городских руководителей на то, что в таких городах, как Благовещенск и Нерингри, где ситуация ничуть не лучше, городские власти начали активную работу с корейскими производителями автобусов. Техника эта весьма надежна, неприхотлива в эксплуатации и относительно недорога по сравнению с российской. Валерий Попов дал задание управлению транспорта и руководству ЯПАП-1 проработать вопрос о приобретении и поставке в Якутск как новых, так и поддержанных автобусов корейского производства.